Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об белокрылке, о таком очень неприятном вредителе, который бывает так, что в концу вегетации растений пока еще тепло разгуляется, тем более в теплицах, до такой степени, что просто невозможно зайти в теплицу, в волосах, на одежде. Повсюду это белокрылка. И усугубляется это все тем, что использование каких-либо инсектицидных препаратов во время созревания плодов невозможно, потому что мы не хотим травиться, это естественно. И по этой причине мы, конечно же, не используем сильные инсектициды, а к слабым она зачастую весьма и весьма устойчива. И вот к концу сезона ее разводится какое-то невероятное огромное количество. И как же с ней справиться так, чтобы ее не осталось здесь на будущий год, что сделать? Ну, конечно, первое, что приходит на ум, это уничтожить все растения и не высевать сидораты. Дело в том, что на горчице, на многих других сидоратах белокрылка селится очень-очень хорошо. Если вы используете жесткие растворы для уничтожения растений перед тем, как доставать их из теплицы, а это может быть крепкий зольный раствор, это может быть гипохлорид белизна, это могут быть другие какие-то едкие растворы, которые полностью уничтожат вам растения. Ну вот, пожалуй, белизна и крепкий раствор, буквально один к одному по объему смешанный с золой, являются одним из наиболее таких эффективных препаратов, которые высушат вам растения. Ну, также можно использовать стандартный раствор 2 кг суперфосфата на 10 литров воды и пройтись по этой ботве томатов, чтобы уничтожить и болезни, и вместе с ними, и эту белокрылку, чтобы вся эта личинка, все это высохла. Это хороший способ, и отсюда все это как следует вынести. Сидораты сеять нельзя, потому что, несмотря на этот метод уничтожения ботвы, все равно белокрылочка где-то зацепится, и как только поднимется горчица, многие другие сидораты в этом случае, к сожалению, одновременно, на них нападет белокрылка, продлит срок своего существования и уйдет в зимовку. Несмотря на то, что белокрылка не выдерживает морозов, однако слабые зимы позволяют ей вполне воспроизводиться, сохраняться в условиях вот таких поликарбонатных теплиц, особенно если они не снимаются, не промерзают как следует. Поэтому она может здесь сохраняться. Поэтому сидораты в белокрыльной теплице лучше ограничить. Однако, надо помнить, что такие сидораты, как зерновые, а самый главный сидорат среди них, это, конечно же, азимая рожь, не поражается белокрылкой, и поэтому также может использоваться в качестве сидората в тех теплицах, где была белокрылка. Есть еще один крамольный способ, который способен в значительной степени уничтожить вам белокрылку в теплице. Он крамольный, потому что препарат, который подавляет белокрылку, он одновременно подавляет развитие пероноспороза, он одновременно подавляет развитие фитофтороза, он для подавления этих заболеваний и предназначен, но как побочное действие он подавляет белокрылку. Это металлоксил или препараты на его основе, ну, например, манкоцеп. Обработка ботвы уже без плодов манкоцепом, он очень токсичен и даже канцерогена опасен, но поскольку плоды вы поедать не будете, потреблять пищу не будете, если у кого-то других ресурсов каких-то нет, ну, не знаю, по какой причине, но по какой-то, и, в принципе, он допускает использование подобного рода препарата в своем хозяйстве, то вы можете применить такую хитрость, как обработка ботвы уже без плодов препаратами на основе этого действующего вещества, ну, манкоцепом или там даже ридамил голдом, для того, чтобы уничтожить не только болезни на ваших растениях, но также и в значительной степени подавить развитие белокрылки. Вот полагаю, что вот эти способы, вот эти простые способы являются вполне исчерпывающими для того, чтобы в конце сезона, уже после снятия плодов, защитить ваши теплицы от сохранения там белокрылки, и чтобы белокрылка не осталась у вас здесь, в вашей теплице. Это будет все вполне-вполне эффективно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Живите без белокрылки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok